Рада приветствовать вас на нашем вебинаре, посвященном будущему нашему курсу для iOS Developer Professional. И сегодняшняя тема посвящена занятию для базового курса «Пишем простое приложение на CFUI». Приложение мы будем писать именно посвященное картам, поэтому в данной лекции мы будем с вами разбирать CFUI, потому что далеко не все представляют, что это такое, и также посмотрим, как работать с картами. И будем надеяться, что с картами мы с вами все будет в порядке. Итак, у меня открыт чат в другом устройстве, и напишите, пожалуйста, плюсики, если слышно и видно. Посмотрим, кто у нас присутствует на нашем вебинаре. Итак, не будем на это застаиваться, и давайте приступим к нашему занятию. Итак, меня зовут Анна Жаркова. Я являюсь преподавателем курсов на специализации «Узбелл Пар Профессионал» и занимаюсь курсами «Адвансед» и «Базовый». Мобильной разработки я уже более 9 лет. На данный момент являюсь ведущим мобильным разработчиком компании «Устех» и занимаюсь как нативной мобильной разработкой, так и кросс-платформенной. Нативно я пишу под iOS и под Android на Swift и Kotlin. Также я управляю командой направлений, веду младших разработчиков к ментор, пишу статьи, выступаю на метапах и являюсь ПК-членом программного компетентных конференций. Также внизу представлены мои телеграм-контакты личные и каналы, которые я веду по мобильной разработке. Итак, сейчас у нас с вами наступает секция знакомства, и затем мы немножко расскажем вам про Otus. Затем мы поговорим про SwiftUI, потому что наше занятие посвящено и вводной части в эту технологию. И также мы потом поговорим уже, собственно, про наш MapKit и попробуем сделать простое приложение. У нас не будет здесь длинного лайф-кодинга, потому что это занятие лимитировано у нас по времени нашего основного занятия. Далее мы с вами поговорим про команду курса и о нашей программе обучения, некоторой карьерной информации, которую мы вам предоставим, и немножко с вами порефлексируем, если у вас будут какие-то вопросы. Так, давайте мы с вами познакомимся. Я представилась, теперь ваша очередь. Пожалуйста, напишите в чат, расскажите, как вас зовут, откуда вы и какой ваш опыт работаете, с какой целью вы записались на наше занятие. Подождем буквально пару минут, пока вы пишете. Так, у нас присутствует информация, Андрей, которая развивается со SwiftUI и присматривается к курсу. Надеемся, вам будет очень полезно, и как раз мы с вами поговорим. Вот вы писали полноценное приложение. Так, остальные у нас, видимо, стесняются представиться, но ничего страшного. Если хотите, пока вот в рейсе наш вебинар, можете написать. Итак, правила нашего вебинара. Есть у нас все начинающие, которые присматриваются к мобильной разработке. Добрый вечер, Аркадий. Итак, пока вы пишете правила нашего вебинара. Если у вас есть какой-то вопрос, вы задаете мне в этот чат. И далее я отвечаю. Так, я его спускала на другом устройстве. У меня немножко проблемы с мобильным аппаратом. Ничего страшного. Это чтобы вы не думали, что у нас такая длительная заминка. Итак, если у вас есть вопросы, активно участвуем, ставим вопросы в чат. Я вопросы в чате вижу, но могу ответить не сразу, потому что буду показывать наш материал. Итак, давайте поговорим теперь про Отус. С вами познакомились. Что такое Отус? Прежде всего, это образовательная платформа, которой и мы специализируемся на обучении информационных технологиях. Наша фишка – это продвинутый программ для специалистов с опытом быстрого запуска курса по новой набирающей популярности технологии. Мы регулярно пересматриваем материалы, актуализируем их под современные стек-технологии, в том числе и на нашей специализации. У нас довольно часто производится именно актуализация собственно программы под тот стек, который сейчас востребован, и те технологии, которые нужны. Поэтому приходите к нам. Мы обязательно вас научим именно тому, что требуется сейчас в современных проектах под iOS. Нашими партнерами являются современные технологические компании, в том числе и компании из тех. Мы также привлекаем стажеров к работе у нас, вернее, стажеры. Вернее, окончив данные курсы, вы можете пойти к нам работать, разумеется, если вы хорошо учились и усвоили весь материал, который мы вам тут демонстрируем. Наши материалы рассчитаны на специалистов разных кредитов, в зависимости от курсов. Например, если мы рассматриваем конкретно нашу специализацию iOS, то базовый курс у нас рассчитан на то, что вы, даже будучи совсем новичком в информационных технологиях, сможете его освоить и стать даже полноценным джуномедлом. Можно сказать, было бы и медлом, но это зависит именно от того, какое упорство и сколько именно дополнительно вы будете заниматься, в плане того, чтобы не только освоить ту теорию, которую мы вам даем, но и отточить ее на практике, потому что практика, она очень важна. Если, разумеется, вы хорошо будете отрабатывать все занятия, которые мы проводим дополнительно на практике, и будете еще дополнительно что-то искать, чтобы не получилось так, что мы вам показали какой-то узкий кейс, например, либо вы научились что-то делать только в частном порядке, но не в общем, то вам, разумеется, нужна и самостоятельная практика. И тогда вы можете вырасти. Если мы говорим про курсы Professional, именно специализацию Advanced, то в данном случае мы рассматриваем конкретно рост специалиста от медла или джуны медла до сеньора полноценного, потому что мы там рассматриваем Advanced темы. Но стоит оговориться, что темы, которые мы ввели в Advanced курс, они часто являются сверх того, что требуется на работе, поэтому это те курсы, те направления, которые полезны могут быть и разным сеньор-разработчикам. Например, не все сеньор-разработчики работают с GraphQL, например, либо с виджетами по iOS, либо с JRPC. То есть у нас много различных тем, которые являются очень трендовыми, актуальными и позволяют специалисту вырасти до полноценного сеньора, либо укрилубить свои знания в данном направлении. Отус имеет образовательную лицензию, и все курсы являются программами повышения квалификации, либо квалификации и переподготовки. Это то, что требуется вашему работодателю. Как я уже сказала, у нас есть обучение специалистов различных грейдов. В зависимости от курса они разнятся. Наиболее трендовым направлением у нас является программирование, инфраструктура, тестирование, аналитика, data science, управление, геймдэф и информационной безопасности. Но это еще не все. Наш курс, вернее, наша специализация относится как раз к программированию. Если говорить по цифрам, то у нас сейчас более 130 курсов для специалистов различных крейдов и менеджеров. Если вы являетесь уже сложившимся ведущим разработчиком и хотите развиваться в менеджерском направлении, у нас есть также курсы для темредов. Более 600 преподавателей делятся актуальными знаниями, кейсами, востребованными в IT-индустрии. И на данный момент нашей компании 6 лет, и у нас уже более 20 тысяч человек прошли обучение программно-датированным по запросу ведущих работодателей. На данный момент у нас в сообществе больше 430 тысяч специалистов в нашем сообществе. И мы отслеживаем, что происходит с нашими выпускниками. Итак, мы с вами уже поговорили про то, какой у вас опыт. Также мы познакомились про отусы. Напишите, пожалуйста, в чат подходящую цифру, если вы у нас учились, если еще не учились, но нас слышали, если впервые познакомились с отусом прямо сейчас. Вы ставите соответствующую цифру, в чат. на данный момент у нас ответили несколько человек, которые не учились в компании отус, но о нас слышали. Но будем надеяться, мы вас не разочаруем, и ваши ожидания оправдаются, и наш вебинар будет вам полезен. Итак, теперь давайте переходим собственно к нашей лекции. У нас уже прошло 15 минут поведения, и поговорим про написание приложений на Shift.UI, и как делать именно приложение как. Причем, сразу оговорюсь, мы будем рассматривать современную организацию на MapKit, который был представлен на www.desiv.ru. следовательно, какие-то ограничения там могут быть, потому что в данный момент это решение является бета. Поэтому параллельно мы покажем стандартное решение, которое было бы вам полезным. Итак, целью нашего вебинара является донести до вас как разрабатывать приложение на Shift.UI. Мы вам подробно объясним, также мы покажем как интегрировать MapKit и настраивать приложение и также заниматься получением геолокаций. У нас будет небольшое приложение буквально на один экран с наложенными view, по которым мы можем производить некоторую навигацию по карте. Итак, начнем мы с вами со Shift.UI. Вопрос по чат. Насколько вы знакомы со Shift.UI? Есть те, кто совсем новички. Есть хорошо знакомые со Shift.UI. Есть те, кто знакомы поверхностно на работе UIKit. Мы будем рассматривать Shift.UI с самого начала, но я думаю, что тем, кто хорошо знакомится с Shift.UI, будет полезна секция про карты, поэтому не отключайтесь, продолжайте нас смотреть. Итак, что такое Shift.UI? Мы все привыкли работать с UIKit и интерфейс билдером. В основном мы свои UI интерфейсы наших iOS приложений строим либо на старебардах, это было очень популярно много-много времени назад, либо делаем на SIP, либо то, что является более актуальным решением, делаем с помощью SnapKit и кода. Довольно популярное решение, переиспользуемое, но довольно грязное в реализации, потому что слишком много кода получается у нас в наших в-контроллерах. Многие люди страдали, когда выстраивали в интерфейсе билдере все эти констрейнты, нужно было их цеплять одну за другой и все это вместе нужно было сделать так, чтобы констрейнты не конфликтовали, ваш экран красиво обновлялся и многие даже знают про то, какой есть трюк, например, для того, чтобы выровнять UI TableU, чтобы она красиво и корректно выравнивалась, если, например, у нас на экране должен быть не только UI TableU, и у нас должно быть все в общей прокрутке, все знают, что есть различные проблемы, когда что-то должно скрываться или показываться, это на этот разработчик iOS тратил много крови и в 2019 году как ответ на все проблемы iOS-разработчиков компания Apple представила свой инновационный фреймворк для создания UI-приложений. Именно акцент был на инновационность, на крутизну, почему? Потому что это декларативный синтаксис, здесь не нужно ни Outly Out, ни интерфейс билдер, и все делается просто и быстро. Итак, что же это такое? Это декларативный синтаксис, как вы можете видеть, весь код на экране, это все, что необходимо для того, чтобы реализовать вот такой экран за списком. Ну, конечно, я немного лукавлю, потому что для того, чтобы реализовать view для элемента списка не потребовалось сделать еще один SwiftUI view new site row, но в целом вот так вот выглядит как раз замена view контроллеру, написанная на SwiftUI. Мы видим, что это специальная структура, которая имплементирует протокол view, и внутри у меня есть ссылка на данные, которые я использую для наполнения этого списка. Они помечены специальным модификатором property rape state, который позволяет мне подписываться на изменения. И также у меня здесь есть контрол для отображения списка list, в нем встроена навигация, в нем встроена также отображение title, то есть вот это все, что необходимо нам для экрана со списком. То есть это не table view контроллер, никаких там больше делегатов с адаптерами, все, что есть. Особенностью SwiftUI является то, что класс ее view контроллер UI view у нас заменяется на протокол view, и все абсолютно описывается с помощью декларативного синтаксиса. Если нам необходимо сделать стилизацию кастомизацию, то мы тоже это делаем декларативно. Мы используем вложенность вот этих структур view с добавлением определенных модификаторов к традиционным контролам. Например, на данном слайде показано, что вот этот вот код, он может использоваться для создания лейбла с большим текстом, вернее, с текстом размера 16 и жирным. Размер текста мне задается через модификатор фонд с указанием системного размера 16 и указанием модификатора болт. И все это цепляется к текст контролу. Также у меня здесь есть специальное подписывающее, подписываемое свойство для подписки текст, который как раз и задает мне весь мой контент. Навигация в данном решении задается тоже декларативно. для этого в старой вариации использовался специальный Navigation View и Navigation Link. В новой вариации у нас используется Navigation Stack и Navigation Link, но подробно мы сегодня на навигации останавливаться не будем, скажу только то, что у нас в курсе iOS Advanced есть целая лекция, посвященная навигации. Также у наших преподавателей готовили несколько разных реализаций навигации на SwiftUI и про данные кейсы рассказывали и собираются рассказывать на различных метапах и конференциях сферы iOS. Если мы говорим про SwiftUI и сравниваем с UI-китом, то у нас мы имеем следующее. Все контролы, которые мы используем в SwiftUI являются стеклоративными аналогами контролов UI-кит. Например, если нам сделать нужно стэк, то мы используем вертикальный стэк или горизонтальный стэк, и это по сути есть наш стэк дистан. Также у нас есть текст, который является заменой лейбл, лист, который заменяет UI-табл-вью, Image-UI-image-вью. Button-UI-button, TextField-UI-TextField. В принципе, можно было бы сказать, что это что-то прям инновационно новое. На самом деле это просто структуры, которые являются глубинными обертками под контролами классами из UI-кит. На самом деле они никуда не деваются, они есть в глубинах SwiftUI. И по сути SwiftUI является настройкой над UI-китом. Также SwiftUI сейчас поддерживает все больше и больше различных библиотек, которые были доступны приложению на UI-кит. SwiftUI это не только UI. Когда мы видим, что у нас меняется декларативно создание наших контролов и вообще в принципе контроллеры у нас уходят и появляются некоторые структуры. Структуры это же не только различия в управлении памятью, но и в доступе к определенным свойствам, полям, добавлении определенных методов, правила изменения тех или иных элементов. Здесь в целом меняется архитектурный подход к приложению и соответственно библиотеки, которые использовались ранее под UI-кит, они не всегда подходят, особенно если мы говорим про UI-библиотеки. С каждым годом все больше и больше элементов портируется на Shift UI и реализуется не только под UI-кит приложение архитектуру, но и дополнительно реализует и Shift UI. Например, как раз таким из фреймворков, который ранее в одной из самых ранних версий Shift UI не поддерживался и требовалось сделать наполнительный обход MapKit как раз сейчас имеет свою реализацию. Уже несколько версий было выпущено и последняя версия мы как раз сегодня рассмотрим, которую как раз и препонесли как нечто инновационное и интересное. Но оговорюсь, что к сожалению оно может работать с региональными ограничениями, поэтому мы посмотрим реализацию вот этого MapKit на готовом проекте, который как раз под регион без ограничений. Итак, а также в Shift UI выпускаются все больше и больше интересных новых контролов, которые, казалось бы, совмещают в себе под капотом опыт UI-кита, но при этом являются не просто оберткой, а чем-то новым и упрощают значительную разработку. Например, на данном слайде у нас представлен экран, который, как мы видим, обычно мы изготавливаем помощью UI-collection view. Все прекрасно знают, что когда ты делаешь UI-collection view, тебе необходимо сделать специальный flow-wayout и в этом flow-wayout прописать различные параметры, в том числе в flow-wayout delegated нужно по-разному реализовывать элементы и указывать их размеры под те или иные правила. SwiftUI выпустили, до SwiftUI был выпущен специальный контроль lazy-vestag, который при этом позволяет вот так вот различными группами выводить различные объекты и таким образом вот так это все дело выстраивать. также помимо lazy-vestag можно использовать специальный grid, который является по сути комбинацией этих различных grid-row с различными настройками и стильно упрощает работу с тем, что можно сделать обычно на collection view. В целом, если говорить про использование view на SwiftUI, ее вполне можно срендерить с control, чуть позже я покажу как, и использовать стандартно для обычной навигации и работы. Итак, особенностью SwiftUI является поддержка различных встроенных стилей. SwiftUI славится тем, что там довольно много того, что проявляется предустановленным, и различные встроенные стили являются как раз такой частью. Это могут быть различные инсеты и апсеты от контролов, параметры Shift, так и какие-то возможности для изменения уже имеющихся встроенных изображений. Не всегда, конечно, этот эффект может отработать с теми изображениями, которые вы положите в ваши ассеты, но конкретно для встроенных изображений и SF символов это все работает. Для того, чтобы нам далее было понятно, мы чуть позже уже перейдем на коды, буквально пару слайдов осталось, поэтому если у вас начинает что-то путаться по Shift UI, не теряйтесь. Итак, также мы можем реализовывать различные группировки объектов и выстраивать их на layout. Это делается гораздо проще и быстрее, и нам не нужно слишком много всего делать. Например, на данном слайде у нас используют специальные вложенности элементов, мы видим это специальная секция, здесь у нас есть некоторые кнопки, и эти кнопки у нас в данном случае это тоглы, они вкладывают определенные вертикальные горизонтальные стеки и группируются друг с другом. И в принципе здесь не должно быть никакого конфликта, и все делается довольно просто. Итак, еще одной фишкой CFQI является то, что они из-под капота поддерживают различные платформы. И давайте посмотрим, как нам можно сделать простое приложение на CFQI, затем мы посмотрим сейчас секцию как работать с UI, затем перейдем собственно на бизнес логику. Так, вот мой X-код. Вам для работы потребуется X-код последней версии, но если вы хотите работать с картами от Apple, которые представили в iOS 17, то сейчас это реализуемо только в бета-версии X-код 15. Берите самую актуальную стабильную из бет, потому что в этот раз между бетами и между версиями iOS 17 в этих бетах есть некоторые разницы, и MapKit к сожалению у нас сейчас тоже в некотором бета-стейдже, и мы ожидаем, что стабильная версия выйдет все-таки осенью и большинство проблем будет по Fiction. Итак, это у меня демонстрационный проект, к которому мы вернемся попозже. Сейчас мы переходим и попробуем написать собственное приложение. Итак, когда мы заходим в iOS, у нас здесь есть различные опции для выбора. любое приложение iOS сейчас поддерживает CFTUI. Также мы можем использовать приложение macOS, watchOS, tvOS, driverkit, visionOS. Возможно, вы смотрели презентацию, видели, что это инновационный шлем, который будет доступен даже для продажи теста очень скоро, но visionOS уже поддерживается в Xcode 15. также если мы хотим создать приложение, которое будет или на работать на разных устройствах, мы можем использовать мультиплатформенный код, и здесь у нас получается будет просто выделенные секции, давайте просто посмотрим, что это нам даст. Выделенные секции под различные таргеты, включая код, который мы будем шарить. Итак, при создании проекта сейчас нам необходимо указать следующие опции. Если мы выбираем утипоформенный проект, у нас здесь есть для выбора только тип хранилища. В стандартном UI-китовом приложении при создании мы могли указать, будем ли мы использовать CoreData или нет. В IOS 17 представили инновационное хранилище с EFData, про него мы рассказывали две недели назад на нашем вебинаре, и вы можете найти его на нашем канале. По умолчанию приложение мультиплатформенное изготавливается целиком полностью на SwiftUI. Оно не может быть IOS-китовое, и я сейчас покажу почему. Так, сейчас указываю папку, куда я это сохраняю. Готово. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат, я регулярно его смотрю. Итак, базовое приложение мультиплатформенное, оно в принципе ничем не отличается от обычное, единственное, что здесь указано, это те таргеты, которые мы поддерживаем. То есть на данном этапе это Mac, iPad и iPhone. Как вы помните с прошлого года, iPhone OS и iPad OS, вернее даже 21, разделены и являются отдельными. Сейчас у меня используется в качестве дипломента 17 iOS и MacOS. В принципе здесь у меня ничего особого нет. Единственное различие, что при указании для каждого файла я могу указать тот таргет, к которому оно относится. Сейчас у меня из таргетов только просто мультиплатформа, то есть если я захочу создать таргеты под конкретные устройства, мне потребуется создать какую-нибудь папку, предположим, или вот просто здесь создать еще дополнительный таргет и его подключить и указывать, под какими устройствами мой таргет будет работать. Давайте создадим обычный проект и уже будем смотреть на нем. Он нужен не платформенный, а обычный. При создании обычного проекта iOS у меня есть опция указания, каким языком буду работать и с каким интерфейсом. Если я выбираю Storyboard, я могу использовать как Swift, так и Objective-C, так и хранилище. У меня используется для Storyboard только CoreData, для Swift-UIM наступен только из Swift и два хранилища на выбор. Также могу не использовать хранилище вообще в принципе. И давайте создадим проект. Сейчас у нас его в MapTest. Хранилище нам здесь не нужно. И сохраним сюда же эту папку. Итак, при создании приложения Swift-UI вместо привычного Storyboard вы получаете вот такое отображение. Экран у вас делится на две части. В первой части у вас структура Content View, где по умолчанию есть специальные свойства Body и вложенным декларативным образом здесь указываются контролы, которые используются. Вертикальный степ и внутри изображение Image с картинкой Globe и настройками поддержки масштабирования, также поддержка Tinta и ниже идет у нас собственно стандартная фраза Hello World и также мы указываем пейдинги. Пейдинг у нас в данном учетности к вертикальному стеку, потому что точка у нас идет после него. Итак, сейчас у меня прогружается превью, Xcode может немножко долго генерироваться, это ничего страшного. Итак, вот он наш экран. Как он у нас крепится? Если мы посмотрим здесь, мы не видим здесь ни AppDelegate, ни StimDelegate, и вместо этого мы используем специальную структуру, которая у нас имплементирует протокол App, который необходим для всех аппликейшенов. И внутри у нас также указывается Body типа SoundStim с указанием декларативно Window Group и ContentView. Почему именно группа окон? Потому что Shift.UI используется как для iOS, так и для MacOS. В MacOS у нас поддерживаются именно группы таргетов. Так, посмотрим, прогрузилась ли у нас сейчас. Вообще секундочку. Так, давайте закроем предыдущее приложение, чтобы оно у нас не... И попробуем запустить. Так, превью у нас. Не хочет запускаться сейчас. Это ничего страшного, такое бывает вскоре. в этой части у нас подразумевается интерактивное превью, которое позволяет нам отобразить тот контент, который у нас верстается на нашу ContentView. Если мы будем сравнивать с тем, что здесь происходит, это конкретно просто демонстрация сугубо вашего дизайна с замоканными данными. Замоканные данные вы передаете вот в этой секции. Если вам необходимо сделать превью конкретно вашего ContentView, то вы сюда можете передавать все данные, которые вам нужны для того, чтобы их просто захардкодить к значению тех или иных полей. И раньше использовался специальный превью провайдер, теперь это макрос, макрос превью, новая фишка от компании Apple. Если мы нажимаем на макрос и выбираем expand макро, то мы получаем следующую картину. У нас генерируется код, вернее, он уже генерирован, но сейчас демонстрируется, где как раз у нас показано, что у нас подцепляется к нашему превью провайдер и как у нас реализуется с помощью каких средств наш превью. По сути, весь этот код, который можно было сделать совсем скрытым, Apple решили нам показать для примера. Итак, давайте теперь запустим наш проект, ничего страшного, просто нас превью не хочет показывать. это может быть вполне проблемой нашей беты, потому что эта проблема бывает в нестабильных экскудах. Так, на секунду я останавливаю совместное использование и сделаю, что нужно сделать, я просто почищу, убираю дату, последних версиях экскуд слишком много различных новшеств, и оно все генерируется и очень быстро заедает ваш кэш, поэтому не забывайте, что хорошо было бы его почистить. я сейчас включаю снова демонстрацию. Так, вы мне пишите, видно вам или нет мой экран. Да. Так. Сейчас запустим наше приложение. раз превью у нас не хочет показывать ничего страшного. Итак, вам видно сейчас мой экран. Здесь у нас отображается именно тот Hello World, который у нас здесь реализован. Что ж, иногда у нас бывают такие проблемы с превью, это просто бета-экскорд, ничего страшного здесь не происходит. Все равно, кстати, в картах у нас ничего здесь бы и не показывало. Итак, это наш простой экран. мы можем делать совершенно разным образом комплектовать наши view для того, чтобы у нас получались какие-то действия. сейчас у нас данные захарткожены, но если мы, например, захотим, чтобы у нас текст по каким-то законам менялся, например, мы будем с вами данные запрашивать по сети, то возникает вопрос, как нам это сделать. Давайте представим, что вот у нас сейчас стабильный статичный текст, статичное изображение, нам бы сюда хорошо было подавать просто какую-то кнопку, которой я бы хорошо бы менял текст. для этого мы берем button. Да, вот как раз тот момент, когда мы недоделали наш control, оно решило сгенерировать нам ошибку превью, ничего страшного, это просто Xcode 15 beta 5, 15.6, говорят, еще более багованный, но стоит попробовать 15.7, хотя, говорят, там тоже что-то сломалось. В общем, чтобы не ждать, пока фича у нас выйдет в прот, показываем вам на быте. Итак, вот у нас есть наша кнопка, здесь у нас есть несколько блоков, это блоки для действия и блоки для лейбла, что у нас является лейбл. вы в кнопку можете превратить абсолютно любую комбинацию контролов, по сути, это просто будет кликанье на них и какое-то действие. Пусть у нас лейбл будет какой-нибудь текст, и нажмем на него кликни. В целом, интерактивное превью, оно позволило бы нам сейчас как раз протестировать, что у нас происходит. Так, ну вот, например, по кнопке мы можем с вами вывести какой-то текст. Сейчас, раз у нас превью не работает, пробуем точнее его скомпилировать. Вот мы нажимаем на кликни и у нас вот сюда в нашу консоль выводится наше событие. Не обращайте внимания на различные диспетчи UI-эвенты. Судя по всему, для бета ты ставили слишком много дебажного кода. Возможно, в следующих версиях это уйдет. Итак, мы просто вывели, что нам нужно сделать для того, чтобы поменять наше состояние. Нам для этого необходимо не просто взять и поменять какое-то свойство, какой-то объект, а сделать изменения специально его привязки к property Raper и после этого у нас перегенерируется наш экран. Стоит сказать, что вот то, что мы сейчас с вами видим, это является собой продукт специального вью-билдера, специальной технологией, которая как раз оперирует различными билдерами. Это как раз вот те компоненты, которые можно вот увидеть, когда мы создаем какой-то контрол. Например, вот если тот же самый button, то у нас здесь по сути и action и label являются продуктами какого-то closure, то есть это не просто мы привязали какой-то action и, казалось бы, мы привыкли к тому, что action в принципе у нас может быть связан с closure, но label у нас по сути является именно closure, внутри которого создается новый контрол. И все это компилируется с помощью именно специального вью-билдера, который переводит проходя по всем иерархическим уровням, все контролы с UI в UI китовые привязывают свойства, события и реагируют на перестройку экрана. Перестройка экрана у нас может вызываться абсолютно от любого изменения нашего вью. То есть любое изменение любого property рейпл вызывает ее перестройку. Это не пересоздание структуры, но это перестройка контента внутри нашего боди. Сама структура у нас не пересоздается. Если мы посмотрим, как у нас приложение запущено на то, что у нас происходит под капотом, все-таки это интересно, мы здесь можем увидеть доказательства того, что это все-таки именно надстройка над UI-китом. То есть у нас получается вот такой вот наш граф UI, и мы видим, что у нас начинается все это с UI Windows 10, который по сути является сценой окна и куда мы выпадаем через обертку. Внутри у нас есть UI Windows, UI Transition View, UI Dropshadow View и далее у нас есть специальный Hosting View контроллер. Это специальный контроллер, который является Generic классом и внутрь он принимает ваш Content View. Также он наследуется от UI View контроллера и является полноценным способом взаимодействия между контроллерами. То есть вы можете создать свой UI Hosting контроллер, внутри вы можете как раз замапить специальную View, которую вы сделали с помощью Shift UI и общаться с этим контроллером как с обычным UI View контроллером. писать его в ваше предложение. Это поддерживается. Далее уже внутри нашего контроллера есть специальная иерархия наших View. Это Hosting View. Далее Content View у нас идет по нашему контенту. По умолчанию он как раз все оборачивает. И далее у нас идут вертикальные стеки, в которых у нас передаются наши контроллеры. И также у нас есть специальные Placeholder Content View, которые отображаются до перестройки. Если говорить про наполнение данного стека, то стоит сказать, что отверстие меняется, потому что у нас какие-то вещи могут просто уходить и не отображаться на нашем графе. То есть они могут быть просто сильно internal, поэтому не выводиться на публику. Итак, вот он наш View, который построен с помощью декоративного View Builder. Итак, а все-таки как же нам это все менять и как же у нас будет наш UI обновляться? Это у нас небольшое введение, потому что сейчас мы как раз будем рассматривать работу с картами и там как раз момент важен. Итак, мы привыкли, что вот мы нажали кнопку, у нас поменялся наш View, его свойства. Обратите внимание, что у нас здесь у наших View нет никаких ID-шников. Вы, конечно, можете сделать казалось бы собственный какой-то контрол, как мы делали в UI-ките и подавать это свойство, но обратите внимание, все контролы, которые в Shift-UI представлены, сделаны структурами. Структура не поддерживает наследование. И если вы хотите сделать собственный контрол, собственную структуру View, внутри которого зарендерится ваш View, и можно добавить свойства ID. Но как по этому ID добраться до элемента? У нас нету возможности. Это вероятно доступно инженерам Apple, но не нам. Поэтому мы не можем точно через клик по кнопке обратиться к этому контролу и напрямую поменять его свойства. Это сделано еще потому, что у нас здесь является View результатом функции состояния, а не последовательности события. Многие работали с MVI. MVI поддерживает как раз именно состояние, и у вас в зависимости от тех или иных событий происходит продуцирование этого состояния, и вам необходимо его зарендерить в View. Вот в Sift UI как раз для того, чтобы этот View зарендерился, у нас есть специальные Property Raper, которые нам вносят специальные свойства. Это является комбинацией свойства и подписки. Для тех, кто работал с Rx, это должно быть более понятно. То есть это то же самое, что это реализация сигнала. Property Raper есть разные. Есть например State, который является приватным, то есть если мы посмотрим на возможность поменять что-то здесь, то давайте просто сделаем вот такое простое свойство. Оно у нас будет называться State. Назовем Count, и оно у нас будет по умолчанию. У нас Integer и 0. Это равносильно приватному свойству, которое будет у нас с вами меняться. И здесь мы делаем следующее. наш I. Обратите внимание, что у нас сейчас в новом Xcode, к сожалению, превью уходит довольно быстро, поэтому будем показывать на запуске. Итак, вот у нас предположим есть Count, и мы хотим просто увеличить поклепку нашей кнопки. И далее выводить его вот прямо сюда. И вернее у нас будет выводиться в консоль. чтобы у нас все было почучше, давайте сюда выведем сразу Hello. Да, мне кажется, поменяли возможность выводить только в одном увидели, Тоже придется отображать поиски. Ладно. Так, так, это мы откроем, это вы еще не видели. Нажимаем еще раз, и у нас вот наш следующий Hello. Так. пометим вот так, и теперь это будет то, что надо. Так, пугается на то, что у нас появилось новое исключение из FTI, которое говорит, что мы не можем работать с нашим стейтом в невью. Давайте попробуем удалить значение по умолчанию. Но здесь нам ругается, что у нас его нет, поэтому добавьте в инициализатор. У нас наш count равен нулем. Ух уж эти новые правила. института. Да, 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 всё-всё-всё, я вижу. Так, в чём у нас была причина? Причина того, что у нас стейт был написан не там. Итак, запускаем, всё нормально. Так, вот она наша хлоу. Здесь мы, получается, вывели, что это у нас биндинг. Так, давайте теперь посмотрим, как он у нас видится, как, собственно, наш элемент. Лоу2. Ну и, в принципе, всё у нас работает. Да, вот она, коварная такая скобка, которая получилась так, что будто бы у меня она в блоке. Итак, стейт у нас является приватной переменной, по сути, вы можете здесь хранить любое состояние, которое у вас привязывается в ваш view, и можете его прямо здесь изменять. По сути, у нас получается, что? Почему у нас не отработал стейт, когда у нас был в боди? Потому что у нас при нажатии, по сути, должен был боди наш перестроиться, и стейт у нас за вами занулялся. Это как раз было сделано специально, чтобы вам продемонстрировать, почему оно у нас не работает. Помимо стейта у нас есть другие возможности. Это может быть биндинг, когда вы передаете какой-то элемент на другой view. Давайте посмотрим, как это сделать. Например, мы сделаем какой-нибудь ещё один SwiftUI view. Назовём его, проположим, detail view. И сюда мы с вами передаём параметр, который у нас будет именно байдингом. Что нам даёт байдинг? Это, по сути, ссылка на параметр, который мы будем передавать. Добавляем сюда инициализатор. И теперь у нас получается, здесь будет Hello World. Давайте даже, наверное, делаем не Hello World, у нас всё-таки кнопка. Будем её изменить. Будем её изменять, и в качестве нашего названия мы будем выводить, что этот текст у нас как раз будет содержать нашу кнопку. И сюда мы тоже добавим, чтобы было понятно, что у нас что-то произошло. Итак, давайте мы, для того, чтобы сделать навигацию, просто завернём наш view, специальный navigation view. Такая лёгкая обёртка. Так, и в качестве destination у нас с вами будет наш detail view с передачей нашего аккаунта, которым передаем вот так. Так, и в качестве вот этой части второй мы просто укажем наш контент. Так. Так, проверяем наши скобки, что у нас куда идёт. Сейчас я это сокрою, чтобы у меня было лучше видно, потому что... Так. Так. Наверное, это будет вот так, чтобы лучше сделать destination и наш контент. Сейчас мы это просто сотрём. Плохо видно мне здесь скобки. Так. Наш navigation view. Так. И наш navigation link. Так. Вот он наш navigation content. И вот здесь наш navigation detail view count. И передаем сюда наш count. Так. И давай теперь запустим и посмотрим, что у нас с вами перейдет. Что нам с вами... Да, и вот сюда у нас, предположим, приходит наш аккаунт. Убираем инициализатор. И убираем сразу превью, чтобы не путаться. Так. Теперь он снова нам говорит, что это нужно. И вот так вот пометим. Всё, наконец. Итак. Наживём на клик. Ну, у нас, в принципе, вот эта часть вся переходит вот сюда. Вот у нас меняется наша цифра. И если мы возвращаемся, то у нас получается, что клик 6, хотя кликали мы на другом экране. Что произошло? Мы передали параметр с предыдущего экрана. И по слабой ссылке он у нас просто изменился. То есть мы относили тому, что мы сделали reference, как ссылочный тип. Он изменил своё значение в исходном экземпляре, и остальные просто у нас на него ссылаются. Это то, что у нас используется для баня. Есть ещё более интересный компонент, называется observed object, который позволяет нам делать специальные связанные модели с данными. Данные мы можем сказать published, либо, если мы делаем его как observable, соответственно, с новым observation framework, у нас будет просто обычная модель данных. Сейчас мы подробнее это рассмотрим на работе с нашими картами. Также есть специальный environment object. Мы его тоже сегодня используем. Это когда мы передаём какой-нибудь объект между разными сервисами. Это не view-модель, которая передаётся, потому что передать view-модель – это, в принципе, несколько неправильно, но какие-то сервисы, какие-то компоненты, роутеры вы можете передавать, но при этом будьте осторожны, чтобы у вас не получилось, что при переходе на новый граф у вас ссылка занулялась. Итак, как мы с вами уже смотрели, для того, чтобы поменять состояние, нам необходимо изменить состояние property Raper, и при нажатии на это состояние, то есть при изменении его, у нас перестраивается полностью view. Корявый эксперимент с попаданием стейта в body как раз нам показал, что при изменении property Raper у нас пересоздавался наш view, и всё, что внутри этого body, оно у нас также пересоздавалось. Но при этом у нас всё, что вне body, оно не пересоздаётся, и сам view, сама структура не пересоздаётся, только перестройка body. Например, если мы хотим поменять состояние кнопки, какую-то картинку, то мы можем привязать и картинку к этому, но, опять же, это может быть сильно хлопотно. Если каждое свойство привязка к саму стейту, вы можете сделать отдельную комбинацию в виде модели, которая будет комбинацией свойств и состояния. Итак, следующее. Когда мы связываем view и вот эти property Raper, мы получаем стандартный паттерн MVVM, либо MVI, в зависимости от того, как вы его реализуете. Но view и viewModel – это и есть как раз связка, где observed object и observable object модели, либо observable class и observed, который у нас используется на стороне view в observation. и также мы можем использовать более расширенный MVI state для того, чтобы работать. Это у нас было краткое введение, поэтому давайте теперь перейдем уже, наконец, на нашу работу с картами. Итак, CFTI UI позволяет делать довольно много, и много довольно приходит нового для CFTI. Одним из этих новшеств является полноценный фреймворк по работе с картами, и можно создавать вот такую вот красоту, которая позволяет менять все данные, отображать по-разному поля и производить в том числе изменения и поиски. То есть MapKit полноценно поддерживает поиск объектов по названию и тем самым прощает жизнь разработчику. Другой вопрос, что при отдаче его вам какие-то данные, которые вам, казалось бы, были бы нужны, вы можете просто не получить. Поэтому вам придется в этом случае использовать другие фреймворки карт. Итак, в базовом виде MapKit с CFTI выглядит следующим образом. Мы просто создаем приложение и мы отображаем просто какой-то контент. Давайте как раз попробуем это реализовать. Итак, для этого мы сейчас это все уберем. Раз уж у нас это был наш Map. Выкидываем все это и делаем следующее. В качестве базового компонента у нас с вами будет вертикальный стэк. И теперь в этот вертикальный стэк нам необходимо получить специальный Map. Map у нас является контролом, связанным с MapKit в библиотеках, которые отвечают нас за работу с картами. И теперь мы сюда можем подключить нашу карту. Но для получения и полноценной работы с нашей карты нам потребуются данные, включающие позицию нашего пользователя. У нас есть разные вариации создания нашей карты. Это может быть как современная с помощью позишен или initial position дополнительными свойствами, так и несколько устаревшие варианты. Они здесь помечены как раз вот треугольником, деприкейт, которые использовались довольно широко, в том числе и работа с coordinated region, который, вероятно, многие застали в переработе с UI-китом. Итак, когда у нас есть какие-то данные, то мы можем, вернее, давайте попробуем взять простую карту и посмотрим, что у нас получится. А в начальном виде она представляет собой вот все, что нам нужно. Скобочка у нас потерялась. Вот она наша карта, сейчас мы ее запустим. И, в принципе, вот карта земли. Вы можете по ней перемещаться, но, по сути, сейчас она вам абсолютно ничего не показывает. есть сейчас некоторые проблемы с локализацией, поэтому, что тут поделать, будем исходить из того, что мы имеем. Итак, вот оно в базовом. Вот так выглядит наш мэп. Обычно, что мы делаем? Нам необходимо получить какой-то регион и установить вокруг него нашу карту, чтобы у нас в том числе и настроился масштаб. Также нам неплохо было бы отображать наше положение. И что мы для этого должны сделать? Для начала давайте добавим сюда специальный Location Manager и Location Service. Но для того, чтобы мы могли корректно работать с получением местоположения, мы сюда должны добавить пару разрешений. Те, кто знакомы с IOS, знают, что это Privacy Location of Location of Us and Usage Description и задаем сюда какой-нибудь текст, например, для получения местоположения. Да, что-то они не могли делать совсем. Еще поменьше. Итак, те, кто не работали, у нас в нашем проекте есть специальная секция InfoPlist, куда мы должны писать разные permission, которые нам нужны. и будут у нас автоматически запрашиваться Privacy Location Always Usage Description Давайте просто напишем Location. Здесь у вас должен быть осмысленный текст, потому что иначе, если вы делаете приложение, в котором нужны разрешения, Apple с оба какими разрешениями вас не пустят. Поэтому здесь пишите осмысленный текст. Вот он, наш Location. Это нам даст возможность запрашивать разрешение в помощи специального Location Manager. Итак, само по себе добавление данных разрешения нам ничего не дало. Для того, чтобы у нас появился специальный диалог для запроса такого разрешения, нам необходимо добавить сюда несколько компонентов. У меня есть подготовленные файлы. Сейчас я их скопирую в проект, потому что иначе мы будем записать их довольно долго. Сейчас я сдвину Zoom. вот они у меня лежат в папке и вот они мне потребуются. Location Mark. Вот они. Вот эти сначала возьму. Итак, что я добавила? Я добавила специальный Location Manager. Сейчас я покажу, как он реализован. И затем покажу про сервис, который мне необходим для того, чтобы привязать к моему экрану. Итак, мой экран нуждается в состоянии. Следовательно, мне нужно то, что будет это состояние предоставлять. Это специальный Location Service, который является Obserable Object. И здесь есть специальные параметры для подписки, которые помечены как Published. То есть это регион, какие-то данные, которые мы получаем и собственно с координатой названия местности и в принципе массив вот этих элементов, потому что сейчас у нас с вами будет еще и Search. Итак, мне необходимо будет Location Service привязать, но у меня есть необходимость его совместить с некоторыми другими View, которые в том числе дочерние, поэтому проще для реализации мне будет сделать следующим образом. Я его здесь обозначу к специальной Environment Object Я его здесь не создаю, но в Content View я его передаю как Environment Object и создаю вот здесь экземпляр. То есть все, это мне дает по сути вот такой вот Single Tone и до тех пор, пока я не сотру свой граф, я не получу пересоздание Location Service Manager. Итак, что меня здесь интересует? Я сейчас сокрою эту часть консоли. Location Manager работает специальной библиотекой Core Location и позволяет нам интерактивно получать данные пользователя. Я использую эмулятор. И для того, чтобы передавать местоположение пользователя, у меня здесь есть фича Location, где я задаю либо Custom Location, либо никакое, предустановленное. У меня будет Custom Location. Оно имеет такие параметры. Я нахожусь в Сибири. Сне в Барнауле. Итак, для удобства работы я делаю C-Location Manager Single Tone, потому что, в принципе, это то, что у вас должно быть единственное экземпляре приложения, и пересоздавать C-Location Manager не есть хорошая практика. Их надо переиспользовать. Итак, при инициализации, что у меня есть? У меня есть регион по умолчанию, это настройки, которые встроены в Apple, скорее всего, это Купертино. И далее у меня здесь есть параметры, которые мне нужны. Это для запроса местоположения, то есть при старте мы сразу запросим разрешение, и некоторые параметры для точности и для фильтрации расстояний. также я использую для реализации C-Location Manager специальный C-Location Manager Delegate, и в базовом методе для проверки авторизации я прохожу по статусам авторизации для конкретного моего Location Менеджера, и в зависимости я либо его перезапрашиваю, либо я его отдаю моему Location сервису. Также здесь в специальных детях Delegate Locations отслеживается изменение Location, если мы, например, куда-то шли с этим аппаратом. Но в данном случае у нас будет статика. Итак, при создании региона, если у нас есть координата, мы сразу ее передаем, и, соответственно, при изменении тоже. Передаем связку нашему Location Service менеджеру через Delegate и с помощью метода Setup Ridge. Вот он наш Location Service. Здесь у нас есть регион, который мы получаем с Location и параметры. Landmark это то, что мы реализуем как поиск по названию. То есть это у нас просто модель, вы можете назвать как угодно, у вас могут быть поля какие угодно, но здесь идет именно обработка плейсмарка, нам потребуется название, заголовок и координаты. Далее также мы здесь сохраняем наш регион и что здесь нас интересует. Кроме того, что у нас здесь есть метод для реквеста, но у нас здесь реквест разрешения происходит при старте, поэтому в принципе он нам не особо нужен. Основной метод, который нас интересует, это наш Search, где мы с помощью специального механизма Local Search можем как раз и производить поиск по названию. То есть мы сюда передаем, что мы здесь будем искать на том языке, на котором вводим, то есть мы можем поддерживать русский. Далее мы передаем регион из нашего Location Manager и поиск мы будем делать асинхронно. Если вы не работали со SwiftUI и UIKit в принципе, то вы, наверное, не слышали про то, что у нас здесь есть механизмы для многопоточности Grand Center Dispatch. Мы сейчас используем более современную версию на AsyncAwait, которая позволяет нам как раз асинхронно и корректно отобразить все наши данные. Итак, мы вызываем наш LocalSearch и в респонзе, куда мы передаем помощью SearchStart, мы получаем наши замапленные айтемы и далее мы их просто мапим в наш лампарк. Обратите внимание на такую вещь. Мы запрашиваем task, хотя он у нас от контекста не отделен, но то, что у нас происходит внутри нашего серча, ответа, оно у нас идет в фоне, то есть у нас получается работа в некотором изоляции и поэтому для того, чтобы наши данные отдались в UIKit, нам необходимо пометить наш метод как MainActor. Итак, вот он наш код и давайте мы просто его запустим. Вот они наши разрешения, нажимаем Allow Once, чтобы каждый раз при перезапуске у нас снова запрашивали разрешение. Итак, но у нас нету никаких элементов для отображения нашего собственного положения. Что мы здесь можем сделать? Итак, давайте зададим сначала карту стандартным образом. У меня тут есть небольшая предзакатовочка. Для этого потребуется регион и собственно отображение нашего местоположения. Исправляем нашу карту, чтобы у нас здесь был ... Давайте добавим координат регион мы используем и здесь мы указываем наш location сервис и наш регион. Передаем как binding и теперь у нас здесь также потребуется show и бюджер location true. Если бы мы использовали наш location сервис как собственно observable object и publish то мы не могли бы этот проект поединок. Так сразу передаем сюда annotation items на который он ругается и это у нас также будет наши найденные данные. Пока у нас там пусто не обращаем внимания. И в данном случае от нас требуется передавать некоторые аннотации. То есть у нас здесь должен быть предоставлен метод который для всех наших аннотмарков создает те или иные аннотации. Просто так это использовать нельзя. Пробуем это убрать. Да вот так мы это можем. То есть если у нас здесь блок то мы обязаны прицепить именно пересоздание наших аннотаций потому что такая сигнатура места. Итак мы создаем hello once и вот мы получаем наш регион. Я вижу свой регион теперь давайте добавим сюда элементы для поиска. Каким образом я могу сделать поиск? Для этого мне потребуется сюда наложить специальное текстовое поле которое у меня будет реагировать на мой поиск. Итак я загляну в свой сэмпл и скопирую вот эту часть UI для упрощения и ускорения если я просто положу вот сюда то у меня будет сначала сначала отображать текстовое поле с тем карта также могу использовать z-stack и тогда мне потребуется положить это вот так вот поверх моей карты ругается на свойство search мы его делаем state сейчас я подвину zoom он сильно закрывает мне экран и передаем что все равно тест что мне не нравится в окно здесь будет location service по сути мы просто поддерживаем наше превью итак давайте перезапустим наш экран да у нас так передаем наш search и вот здесь давайте добавим проверку что если у нас так что у нас search не должен быть пустым запускаем итак вот у нас наш text field можно его конечно было бы прицепить к другой части но наверное даже сделать проще вот так вот по стекам и здесь у нас будет спейсер да вот так мы хотя бы карта сохраняет свою кликабельность это хорошо что мы здесь поищем давайте поищем какие-нибудь библиотеки что еще можно искать в это время суток итак я нажимаю и у меня пока ничего не происходит потому что я ничего пока и не вывожу поэтому мне потребуется еще сделать заработку в плане вывода результатов но если я посмотрю на то что происходит в моем локейшн сервисе то я увижу как они меняются давайте еще раз нажимаем на submit и вот они пришли ко мне значения 25 штук максимум по умолчанию так уберем чтобы нас не кликало как у нас получается устроен наш контрол поиск это обычный text field здесь передается свойство которое привязывается то есть мы меняем содержимое меняется state и по сути для текста оно является binding у нас есть метод submit где по нажатию enter мы как раз запускаем поиск нашего локейшн сервиса передачи ему search параметры итак давайте теперь добавим вывод нашего списка то есть нам вот сюда потребуется использовать специальный view который будет относиться к нашему списку итак у меня есть заготовка которую я сюда добавлю лендмарк специальный у меня лендмарк с лист view это у меня специальный лист в который я просто отображаю вот эти все лендмарки здесь выводятся некоторые параметры и также для 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 каждого элемента лендмарк крепить крепить делаем мы это следующим образом то есть если мы если у нас получается где у нас наш контент прямо вот сюда так до спейсера так если location service лендмарк из мт лендмарк из мт то у нас здесь будет ничего если нет то мы указываем здесь лист так лендмарк с листью передачи сюда нашего environment object нашего location service и давайте проверим давайте поищем нашей библиотеки вот они наши библиотеки и когда я на какую-нибудь из них кликаю они у нас получается отображаются но они мне закрывают мой экран это нехорошо надо чтобы у меня мой список уходил для этого мне потребуется состояние то есть я поэтому если у меня значит мне должен быть location service и location сервис landmark у меня так не туда скачал с курсор должен быть равен нил и раз и у меня уходит но теперь мне нужно показать мой маркер что я могу для этого сделать я могу для этого использовать в старой реализации он нам кстати показывает что у нас это все депликейт и в 18 нужно использовать вообще правильный контент билдер а не вот это все мы сюда передаем для отображения тогда annotation аннотейшн так items и передаем их контент annotation items у нас сейчас секунду очень наверное пересадай будет не подсвет аннотейшн items которые у нас некоторые коллекции и они должны быть identifiable и annotation items location service landmarks и далее у нас должен быть идти контент и для каждого получается landmarks мы создаем map annotation специальный передаем координату и контент в map annotation есть возможность создать собственный контент в качестве координат у нас будет landmark coordinate и контент нам потребуется что-нибудь изобразить давайте возьмем какую-нибудь картинку system name давайте зелёточку поставим сюда либо мы можем не зелёточку а например сделать какую-нибудь color red предположим shadow добавим сюда пусть она будет у нас анюса 2 предположим и вот у нас получается наши элементы которые мы показываем также можно добавить условия что если у нас landmark является выделенным то тогда у нас получается оно будет зелёным в данном случае красным у нас нужно сделать black vote ладно latitude у нас должен быть давайте сделаем немножко по-другому active let landmark так бог равно location service landmark landmark coordinate latitude равно log coordinate latitude так координейт лонгитюд равно landmark координейт лонгитюд да оно должно отработать давайте просто выберем где у нас может попить кофе для того чтобы взбодриться кофе и вот нас везло нас куда-то не туда давайте поменяем на кафе OnTapGesture. Давайте сделаем так. OnTapGesture и мы сделаем LocationService.Landmark равно Landmark. И посмотрим, что нам это достает. Нам должно дать перестройку нашей карты. И все у нас с вами прекрасно меняется. Также здесь можно делать определенные события. Например, можно добавить сюда. На нашу карту, собственно, показ какого-нибудь view по нашему айтему. Это можно было бы сделать по маркеру. Давайте сюда добавим еще один view. У меня есть предзаготовка. Так, инфо. Нет, он у меня есть вот здесь. А в моем демо. И он может показывать дополнительные данные. Давайте сейчас посмотрим это. И затем мы переключимся на более современную карту. Итак, добавляем сюда инфо-айтем-вью. Просто это все заменяем. И передаем сюда map-item. В данной ситуации наш lookaround-стен, это для отображения view, которое у нас относится к объекту, к объекту, к объекту координате. Оно использует из нового контента специальный lookaround-preview. И мы передаем просто координаты. Все должно у нас уже отстроиться самостоятельно. Так, давайте добавим сюда вывод нашего info. Item view. И передаем сюда в качестве нашего результата специальный объект python-placemark. и placemark мы создаем из нашей координаты нашего location-service landmark. Но точно, чтобы определить, давайте приведем давайте попробуем что-нибудь поискать более отдельное. и мы попадаем вот в такой обозреватель. Не совсем, правда, удобный и по-хорошему его лучше бы скрыть, потому что мы не передали сюда lookaround-сцену. Так, она у нас, по-моему, даже не отработает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Да, вот здесь есть небольшие проблемы. Поэтому давайте мы ее сокроем, чтобы она нам не мешала. и я потом покажу ее на работающем сэмпле. Итак, это простая карта, которая у нас есть. Она уже, помню, чем деприкейтед. Деприкейтед. Более современным способом является совсем другой. В том числе и аннотейшн, также помеченный деприкейт. И рекомендовано использовать специальный аннотейшн. Чтобы превратить нашу карту в по-настоящему современную, нам бы требуется использовать другой подход. Для этого мы наменяем инициализатор на второй. Нам потребуется наша позиция. И позишн мы будем реализовывать как именно позицию нашей камеры. То есть у нас есть вот такая вот возможность. Давайте вернемся чуть-чуть в презентацию. В современных картах, которые были представлены в 23-м году, добавлено много визуальных эффектов. Инициализатор здесь сейчас более простой. То есть у нас достаточно передать специальную позицию. И по-хорошему было бы передать регион, чтобы у нас не было проблем с показом. Вместо аннотаций, мы по-настоящему здесь можем использовать просто аннотации, а также маркеры, которые нам как раз и потребуются. Также здесь есть более упрощенные по реализации контролла. То есть мы их можем настроить. Мы можем настроить и вид нашей карты. И также наполнительные некоторые свойства. Итак, давайте добавим пару параметров в наш контент-невью. Итак, позицию у нас определяется камерой. Мы меняем параметры нашей карты. Давайте пока его создаем, как вот такой вот. И у нас здесь есть map, position. Что у нас здесь есть? У нас есть и просто передача в позицию на камеры и контент, что нам нужно. И специальный selection, который у нас зависит от выбранного объекта. Так, мы передаем сюда поначалу просто position. В качестве select у нас может быть наш выбранный результат, который у нас относится к выбранному элементу. Давайте мы для упрощения нашему мы поэтому сделаем следующее, что когда мы выбираем его нашим ландмарком, ну, вернее, вот так вот мы сделаем. Так, внизу я его в проекте показываю. Так, мы добавим некоторые дополнительные элементы. Так вот, selection сюда добавим. Так, selection и наш position. Далее здесь у нас начинается уже наш map builder, который нам и нужно использовать. Да, мы не добавили наш selection. map item. Это будет, собственно, наш выбранный объект. И для того, чтобы у нас все работало корректно, нам необходимо добавить сюда пару подписок. Например, мы добавим... Давайте так поставим map. Так. Вернее, это, наверное, даже будет лучше. Так. Так, map camera change. Это у нас ивент для отслеживания, как у нас поменялась наша позиция. И нашу позицию мы просто ставим в self-position равно automatic. Далее, наверное, не сюда, а на уровень ниже нам бы привязать изменения наших объектов. Вот, например, вот сюда. On change. например, location service. Landmark. Таким образом, мы можем отследить изменения какого-то объекта с помощью вот такой подписки. Мы тогда делаем следующий. Selection равно land... Так. Так. mk map item placemark. Вот. mk placemark coordinate location давайте добавим if flat для приведения location service landmark и сюда мы передаем наш landmark. Таким образом мы меняем. координат, конечно. Также у нас может быть по одному действию на учене, либо мы можем их изменять. Так, это нам достаточно. И вот эту часть карты нам бы, пожалуй, сейчас все скрыть. Так. теперь нам нужно сюда добавить for each для наших данных. Данными у нас здесь будут location service landmarks и для каждого из них нам необходимо будет поставить маркер. Мы не можем оставить здесь простую имплементацию, потому что иначе у нас здесь будут проблемы. требуют, чтобы боди этого map билдера был не пустой, либо мы просто боди убираем. Так, landmark in. Мы указываем landmark coordinate. Так, landmark coordinate мы указываем и далее нам необходимо будет указать визуальную составляющую нашего маркера. Визуальная составляющая нашего маркера это просто это может быть как что-то предустановленное. Нет, у нас требует именно наш map item place mark coordinate так landmark coordinate можем поставить какой-нибудь label. Давайте сделаем здесь текст. Предположим единичка поставится. Давайте по-любому координатку и запустим. Куда-то у нас сразу сейчас наш user location это конечно неудобно. Вот оно наши маркеры вот здесь у нас наши label и базовый location конечно здесь selection не подойдет. Я бы конечно сюда передала что-то другое. Давайте поменяем чтобы он у нас в так не съезживало наши маркеры. Давайте назовем это user selection и это у нас будет тоже mk map item это чтобы у нас не съезживало карту и мы его сделаем user selection на основе нашего так давайте добавим on change of location service что мы там от location service регион предположим мы отслеживаем и вот здесь мы указываем так и здесь мы указываем так user selection и так user selection у нас будет равен map item placemark хотя можно просто через координат placemark placemark и координата у нас будет относиться к location manager shared location manager location преобразуем это дело так вот так вот поменяем еще должно запуститься да регион не отслеживается так регион у нас не quotable давайте добавим сюда просто user location который у нас будет именно координатой так CLL координат 2D хотя да он тоже не не quotable тоже его сделаем landmark и будем его отдавать вот так landmark Так, опять сюда добавляем if let, if let location равна location manager location manager coordinate location coordinate и либо мы отдаем вот этот вот location, либо мы отдаем new. Так, и здесь меняем на user location. Так, здесь мы сразу меняем на location-сервис. User location и location-координаты. Готово. Прежнему не показывает пока наши координаты, это нормально, мы это еще не настроили. Верно у нас съеживает до определенного региона, поэтому если мы хотим убрать вот это вот съеживание, просто уберем до позиции и перезапустим. Да, у нас проблема в том, что… Сейчас попробуем вот это поменять, и должно быть у нас нормально. Добавим visible-регион, и тогда оно у нас все заработает. Также заодно добавим upstyle, который придаст нашей карте визуализации. Текущие карты поддерживают самый разный уровень визуализации, вплоть до весьма реалистичных. Возвращаем сюда наш selection. Такое реалистичное у нас получается. Выглядит вполне так красиво, футуристично и в духе эпохи. И вот они, наши библиотеки. Итак, что мы еще здесь хотим сделать, кроме этого? Так, мы задали стили, мы задали маркеры, но мы не можем обработать tab на маркеры. Это проблема, которая у нас сейчас отрабатывает исключительно тем, что мы выводим здесь исключительно сам маркер, и у него нету события, на которые мы можем добавить. Ну разве что, вот сюда куда-нибудь tab gesture. И нам тогда необходимо будет здесь что-то поменять, чтобы у нас что-то здесь отобразилось. Это может быть несколько сложновато. Но зато здесь можно, например, обработать какой-нибудь tab для перехода на следующий экран с какими-то действиями. Итак, мы также можем сюда добавить, помимо маркеров, да, мы забыли делать user location. Добавляем его вот так. И оно должно у нас все нормально работать. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Мы отслеживаем в чате. Пока вопросов нет. Вроде бы я обновлю сейчас чат. Может быть что-то подвисло. Так. Я обратила внимание, что... Извините, это упал мой аппарат. Я обратила внимание, что последнее время в новых версиях из кода в бетах компилятор должен быть довольно чувствительный. Так. User location у нас недоступен вот здесь. Так. Две наши... Так. Где он у меня здесь выводился? Да. User location нам показать не хочет. но давайте про user annotation для отображения аннотаций именно нашего пользователя. При работе с аннотациями мы можем указать, кстати, различные параметры, которые нам позволят прикрепить этот view в определенной части нашего экрана. Вот он показывает, где я нахожусь. также я могу поменять сейчас сразу point of interest. Посмотрите, какие слои он мне покажет. Ну да. Большой у меня здесь выбор. Поставим неприятную карту для реалистичности. Итак, что мы сюда еще можем добавить? Мы сюда можем добавить аналогичный метод, но который будет нам отдавать аннотации. Простые аннотации. Annotation. И возьмем вот этот вот. Coordinate. Content. Landmark. Coordinate. Далее в качестве контента давайте здесь выведем какое-нибудь изображение. Например, System Image. и в качестве лейбла давайте здесь увидим текст с названием нашего Landmark. И вот таким образом мы рисуем вот наши звездочки. они у нас прикреплены к низу. Мы можем, наверное, добавить им фон, размер. Давайте сделаем размер какой-нибудь Fixed Size. Вот фрейм добавим. Добавим какое-нибудь значение. Там 30 на 30. И background поменяем. Добавим. 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 Да, он просто эту картинку не находит. Ну вот они у нас отображаются в нашей картинке. Так можно будет прицепить к аннотейшену, либо к лейблу нашего маркера. Что мы можем еще сделать? Мы можем дополнительно сделать следующее. Давайте добавим рассчитывание наших расстояний. Через mk-directions, куда мы передаем стартовый и конечный объект. И сейчас мы это добавим. Добавляем наш пустой root. И вот здесь мы делаем get. Добавляем наш get directions. Добавляем наш get directions. Добавляем наш get directions. И этот root мы можем использовать для отображения на нашей карте. Итак, давайте посмотрим теперь более комплексный пример, чтобы не занимать наше время. из готового сэмпл мы приложим к занятию. Это более комплексный пример. Мы посмотрели версию для начинающих. И сейчас просто поглянем, собственно, какие здесь возможности. И далее перейдем, собственно, уже к нашей завершающей секции. Думаю, слишком много времени. Итак, кроме того, что мы можем использовать различные изображения в качестве наших маркеров. Как вы видите, к сожалению, маркеры клики у нас не поддерживают. Мы можем использовать также дополнительные контролы, которые у нас реализуют перевод к нашим локациям. Также мы можем дополнительно делать search различных мест. В данном случае у нас далековато от нас. И дополнительно у нас может отображаться вот такой вот караунд. Это именно превью, который мы получаем для конкретных координат. К сожалению, он доступен не для всех координат по определенным причинам. Но вот для западного полушария он нам вполне это все показывает. То есть мы можем не только посмотреть на определенные местоположения, но и взять какие-то там для них данные. И оно отображается довольно реалистично, что можно также поменять угол и вот так вот посмотреть на данные. Это как раз вот та фишка, которую Apple представляли на 2023. Также при повороте у нас включается контрол корпуса. И мы можем все это наблюдать. Как вы понимаете, для построения такой карты потребовались компьютерные снимки. И поэтому доступны не везде. Но обратите внимание, сколько эта карта ждет памяти. То есть ваше приложение будет просто перегружено. Итак, мы с вами посмотрели, в принципе, как можно работать с картами в MapKit. Ждем от вас пока отзывы и вопросы в нашем чате. А я сейчас буду переходить на рассказ про наш курс. Так, сейчас, секундочку. Итак, давайте сейчас посмотрим на команду нашего курса. Так, пожалуйста, ставьте плюсики те, кто сейчас встали смотреть наш вебинар. Видимо, для многих это время позднее, и многие у нас не отслеживают. Ладно. Итак, прежде чем мы перейдем к познакомству команды нашего курса, есть некоторые полезные ресурсы, которые вам будет необходимо изучить по работе с картами. Apple подробно расскажет про начинку своих карт на своем сайте. К сожалению, на WWDC они не оставили никакого кодового сэмпла, но мы вам предоставим. Для других они оставляли, для этого почему-то нет. Более подробную информацию про SwiftUI вы также можете найти на сайте Apple. Здесь есть сэмпл, в том числе и навигация, и некоторые решенные проблемы. Итак, переходим к знакомству с нашей командой курса. У нас наша специализация захватывает два курса. Это iOS Developer Professional и iOS Developer Базовый. Базовый он у нас рассчитан на джуниор и медвов, в зависимости от того, какой у вас уровень знаний, а не вашего грейда. Потому что, как показывает практика, иногда медвы тоже проседают, если долго не растут, и делают одни и те же операции. Итак, наш курс занимает изучение 5 месяцев. И вы после него становитесь разработчиком, либо middle, либо junior, в зависимости от того, насколько вы были трудолюбивы на нашем занятии. И позвольте теперь познакомиться с нашими преподавателями. У нас также на курсе базовом есть практика, ведение ментором групповых консультаций, для того, чтобы нашим студентам было более понятно. Каждый курс у нас заканчивается проектной работой. Вот наша команда. Руководителем базового iOS-курса является Томаренко. Также преподавателем является Алексей Пантелеев. Он является руководителем курса Professional. Я, Анна Жакова, Маргарита Жерихова, Николай Бакланов. Это преподаватели базового курса. Тут, к сожалению, не все, по-моему, выведены. Итак, это наш базовый курс и наш курс Professional. По окончанию нашего курса вы становитесь полноценным профессионалом, очень востребованным iOS-разработчиком. Но, конечно, мы рекомендуем совмещать это с практикой и практической отработкой. Не только как коммерческая практика, но ваши пед-проекты и отработка вами всех тем, она дает результат. Информация про вступительное тестирование указана здесь. И также у нас здесь есть определенный план с проектом. Наша программа включает в себя SiftUI Combine. Мы рассказываем про SyncAwait, про новую многопоточность, про современную архитектуру мобильных приложений, многозадачность и много чего интересного. Например, как работать с ML, с современным networking. Также у нас есть телекция, посвященная коде мультиплатформ. И много чего интересного, например, networking на GraphQL и JRPG. Руководителем является Алексей Пантелеев, преподаватели Яна Рженкова, Маргарита Жерихова, Гений Салов, Николай Бакланов, Антон Маранько, Сергей Балалаев. Тимур Саидов и Ярослав Магин. Сергей Балалаев является и Николай Бакланов, и спикерами на различных конференциях, посвященных к мобильной разработке, как и Ярослав Магин. Мы с Ярославом Магином также совместно являемся членами программного комитета Mobius. В общем, будете хорошо учиться, сможете даже, возможно, у нас выступить, если придумаете какую-нибудь интересную тему. Мы открыты для предложений. Итак, это было касаемо нашей команды, но это у нас еще не все. Кстати, внизу вы можете видеть список наших прошедших вебинаров этого сезона и предыдущего. Есть очень много интересного на разный уровень и очень много полезной информации. Давайте теперь поговорим про наш процесс обучения. На всех наших курсах обучение идет в онлайн формате вебинаров. Это живые вебинары, то есть каждый раз, на каждом занятии преподаватель садится и реально в реал-тайме вам читает лекцию. Это не запись, это живые люди, которые ждут вас, оклика. И занятия у нас проводятся сейчас в формате онлайн. На каждом занятии студенты могут общаться с преподавателем, задать им вопросы, уточняющие. И помимо этого есть практика того, что вы спокойно можете нам задавать точняющие вопросы к материалу лекций в чате Телеграме. Также у нас есть специальный чат, посвященный домашним заданиям, где студент один на один общается с преподавателем. Все записи и материалы, которые мы предоставим, они сохраняются у вас лично в кабинете, остаются даже после включения обучения. Не пренебрегайте домашками, потому что мы их комплектуем в зависимости от наших вебинаров. Время обучения у вас затратится от 4-х клинических часов в неделю. Плюс, это на лекции, плюс 4 и 8 часов на домашнюю работу. Почему от 4-х? Потому что, ну вот смотрите, у нас вебинар должен закончиться половину. А 10-го мы немножко задержались, чтобы довести до ума. Также программа обучения на курсах у нас обновляется каждый запуск, как я говорила уже, и мы в зависимости от актуальных вопросов выбираем для вас актуальный стек. И немножко карьерной информации. Несмотря на разные изменения на рынке, все-таки iOS-разработчик на данный момент является востребованной специальностью. Она очень востребована сейчас. Есть большое количество вакансий в России и в Москве, в частности. И также middle-разработчиков вакансий немножко поменьше, но они тоже востребованы. Я бы так сказала, сейчас многие ищут junior-разработчик со знанием джуна-метла. То есть вы должны быть, несмотря на то, что джуниор вы или не джуниор, вы не можете прийти на собеседование со свежими абсолютно чистой головой. Вам необходимо иметь какой-то определенный бэкграунд, наработанный на тех же самых педпроектах, на тех же самых домашках, которые вы будете делать при прохождении курса. То есть вы должны владеть предметом на определенном уровне. То есть вы все, что обозначено, все эти тематики, вы должны знать хорошо. Джуниор и отличается от сеньора тем, что сеньора спрос больше, и сеньора требуют знать лучше. Но джуниор также должен знать и уметь и реализовать приложение, чтобы у него была определенная архитектура. То есть какая архитектура мобильного приложения бывает, мы это разбираем. Как сделать сетевой слой, как сделать слой базы данных или хранилища, как их связать между собой, dependency injection или нет, как реализовать навигацию. Желательно там, может быть, какие-то пуши. То есть вот такие вот вещи вам необходимо знать. Не говоря о том, что джун должен очень хорошо владеть качествами, версткой. То есть верстать экраны, работать с ресурсами, приводить в порядок код. Чаще всего это задача джуна. Но если вы проявляете себя хорошо, вам на проектах начинают давать более серьезные таски, и это дает вам более уверенный рост. Если говорить про медиану зарплатных предложений, медиана – это не зарплата медла, к сожалению. Это, собственно, взяли зарплату джуниора, взяли зарплату сеньора или да, и получилось среднее. Сейчас джуниор – это 150 тысяч рублей, медл порядка 190. Цифры могут меняться в зависимости от компании, но вот это конкретно адекватные цифры зарплаты данных категорий сейчас. Вакансий сейчас довольно много и на рынке России, и на рынке Ближнего Флорда-Рубежья, но везде, в принципе, от вас ожидают, что вы уже довольно хорошо умеете разрабатывать, и у вас есть знания, например, если вы интересуетесь SwiftUI, вы должны знать SwiftUI, вы должны знать SwiftUI. Это название того фреймворка, который связан со SwiftUI, который занимается вот этими всякими паблишерами и взорвбал объектами. Также вы должны уметь прекрасно верстать, знать архитектуру, принципы работы, билетно-ритерное программирование, шаблоны некоторые, мы это разбираем. И в идеале, конечно, нужен опыт командной разработки, но и английский на уровне учения и технической документации. Вакансии позволяют работать вам как удаленно, так и на месте, в зависимости от условий. С медла вопрос уже больше, чем на джуниорах, вы должны знать больше и различных фреймворков, и уметь с ними работать. Есть и вакансии, довольно, с такими приличными, хорошими заработками, которые занят многие. Но, опять же, на вакансии, которые вот идут как сеньорская позиция от 270 тысяч рублей, и опыт требуется больше, и знаний больше, и знаний должны быть глубже. А более полную информацию в нашем курсе вы можете почерпнуть с этого QR. Старт обучения у нас с 31 августа. Сейчас я скину в чат ссылочку на опрос. Пожалуйста, пройдите. Нам интересно узнать ваше мнение. По нашим вебинарам мы будем корректировать в зависимости от вашей оценки. Итак, большое спасибо за внимание. Если у вас есть еще вопросы, я могу на них ответить. Давайте подождем буквально пару минут. Итак, давайте тогда будем завершать наш вебинар. Хорошего всем вечера и продуктивно приходите к нам учиться. Мы вас научим более интересным вещам. У нас сегодня был фрагмент базового курса. И более интересные вещи мы вам расскажем, как делать на наших занятиях. Приходите. Будем вас ждать. До новых встреч. Продолжение следует...